всем привет самоизоляция продолжается вот такая у нас обстановочка уже почти готов кальян и сегодня мы будем готовить одно узбецкое не совсем узбецкое это больше наверное ферганское блюдо называется пирожок и вы поймете почему она называется пирожок гранции чисто ферганское блюдо там есть разные в узбекистане название как бы этого блюда но это увидите чем она отличается и так для этого нам пригодится всего три ингредиента это баранина причем уберем корейку ну желательно только корейку брать она будет мягче вкуснее картошка уже почищена по картошке тоже есть нюанс я беру красную потому что желтая разваривается и бараний жир курдюк также нам понадобится соль изра все больше ничего сейчас мы начнем закладывать а потом готовить почему называется пирожок у потом поймете когда мы закончим готовку и все будем выкладывать еще для этого нам понадобится казан у нас два казана здесь один поменьше один побольше мы наверно будем использовать вот этот так ну что приступим значит для готовки нам надо курдюк порезать пластинками приблизительно вот такими сейчас мы быстренько нарезаем причем на это количество мяса мы скорее всего их будем использовать весь курдюк здесь у нас попала косточка вот тут как здесь где мясо там и наши друзья собачки так осталось еще немного здесь значит у нас баранина порядка трех килограмм чуть больше жира мы используем 700 грамм на это количество ну и количество картошки это уже конечно картошка здесь одной из самых главных блюд картошки нельзя добавлять много почему потому что блюдо просто-напросто не получится надо рассчитывать где-то на человека порядка двух картошек картофелин итак мы заканчиваем значит нарезать курдюк да у нас здесь проблема наши друзья готовы перри ругаться ну нельзя сидеть всем сидеть 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 вот молодцы итак у нас все готово значит баранина и картошка лежит воде сейчас мы это все будем закладывать таким образом итак мы завершили выкладывать курдюк выкладывается так выкладываем картошку самую большую картошку надо выкладывать на дно ну соответственно то что поменьше лучше выкладывать повыше выкладываем картошку отдельным слоем такое на самом деле ленивое блюдо так картошка готова у нас и так картошку выложили выкладываем мясо красивая на как тебе да на самом деле да мы едем ездим на рынок узбекам они знают как его порубить правильно выкладываем тоже сначала одним слоем косточки одним слоем теперь мы что сделаем немного добавим зру я лично добавляем на глаз естественно не на свой и солим солим выкладываем остаток мяса один кусок не порезан честно и дорезали соответственно второй слайд свой тоже солим главное не пересолить лучше не засолить немножко зру еще добавим зру естественно руки заметили немножко растираю чтобы она раскрылась все все готово накрываем это большой тарелка она называется леган турбицкий все закрываем и все это вот так готовится не более часа не надо ничего переворачивать мешать результат увидите потом ну вот вы все заложили закрыли таким образом теперь что нам надо развести огонь и все будет готовиться как я и говорил не более часа сначала для готовки мы сделаем большой огонь чтобы жир начал интенсивно плавится и превратился в масло потом мы дадим пирожку постоять минут 30 на маленьком маленьком огне чтобы это все томилась и в конце мы еще раз 15-20 минут жарим на большом огне чтобы это все дожарилась хорошенько прожарилась и потом посмотрим результат тем временем пока готовится блюдо мы ждем а наша жена готовит тоже вот грибочки у нас сегодня будут еще какие-то салатики компотик мы уже сварили и ждем самоизолированных гостей ну что у нас сейчас че должно быть все готово открываем так а где наша шумовочка так 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 по моему все готово ну что надеемся что все получилось но поджарилась отлично вот и все какой-то там максимум час и всяких ковыряние суеты смотрите какая курочка поджарилась канал почему у нас называется блюдо пирожок а потому что у нас картошечка отличается вот такая итак вот это превратилась курдючная масса это жир у нас масло такое курдючное а вот это так вот это у нас пирожок ну что всем приятного аппетита и попробуйте приготовить не так сложно стать и